Вы не печёте булочки, потому что с ними много хлопот? Прямо сейчас вы узнаете удивительный рецепт булочек, который может испечь за полчаса кто угодно. Даже мужчина и даже ребёнок. Да, Танюша? Да. Я сейчас это докажу вам. Потому что это сделать очень-очень просто. Сейчас мы сделаем с вами удивительную, вкусную, английскую, изысканную выпечку всего лишь за полчаса. Да ладно. Обычно булочки – это целое представление на кухне. Опытная хозяйка, конечно, знает, как превратить тесто в изящную булочку. Но чтобы мужчина и даже ребёнок... Да, Надюша, потому что мы будем печь не совсем обычные булочки. Это будут сконы. Тесто там похоже на песочное. И посмотри, как у нас мало ингредиентов на столе. Действительно. Ты знаешь, Вовчик же сейчас учится у меня в Великобритании, и у него там есть учительница, истинная великобританка Миссис Адамс, и она их учила, как правильно пить чай. И поделилась рецептом их сконов. Оказывается, что это их очень-очень такая традиционная выпечка. Мой сын научился их готовить, приехал домой. Да, и говорит, мама, всё, теперь 5 o'clock у нас будет дома обязательно. Пить чай о 5 вечера – свята традиция каждого английца с часю королевы Виктории. Ласовать теплым чаем с домашней выпечкой в холодную пару лет полюбляют и украинцы. Проте час увозиться с тестом часто бракует. Вихід придумали английцы специально для своей традиции 5 o'clock tea, что в перекладе означает чай о 5-й године вечера. Булочка скон – это английский швидко хлеб. Завдяки чему, вместо коржей, до чая начали подавать пищные булочки. Есть много вариаций приготовления сконов, а любимый рецепт королевы Виктории с апельсиновым соком и шмачками шоколада. В английской булочной цена одного скона достигает 2 фунтов стерлингов, близко 40 гривен. Вы сможете за эти деньги приготовить булочок на всю родину. Вы тратите лишь полгода. Особенно меня поразило сочетание шоколада и апельсинового сока. Ну как тут не полюбить эти булочки? Да, Надюш, ты знаешь, наш шоколад находится, кстати, в холодильнике. Он должен быть обязательно хорошо-хорошо охлаждённым, чтобы мы могли его без труда нарезать, быстренько вмешать тесто. Ну что же, начнём делать? Конечно. Смотри, у нас есть здесь полтора стакана сахара, полтора стакана муки просеянной и две чайных ложки разрыхлителя. Подожди, Танюш, ты же говорила, что у нас песочное тесто, а мы же в песочное тесто вроде бы не добавляли разрыхлитель. Да, но это же не просто песочное тесто. Они похожи на песочные, эти булочки, но у них немного другая рецептура. Вот один из секретов. Можно сказать, секрет королевы Британии. Да, я думаю, что она никогда их сама не выпекала. Хотя, кто знает, она была такой очень интересной женщиной. В тесто мы добавляем не маргарин, а растительно-сливочную смесь. Благодаря растительному маслу в составе смеси тесто быстро подходит и долго остаётся свежим. А благодаря наличию сливочного масла в составе смеси наша выпечка получится мягкой и будет иметь сливочный вкус и аромат. Я беру 100 граммов растительно-сливочной смеси и отправляю в нашу чудо-машину. Смесь комнатной температуры. И одну треть стакана сахара. Чтобы взбить растительно-сливочную смесь и сахар до однородной пышной консистенции, мы воспользуемся нашей кухонной машиной. Она справится с этим запросто. Мы только смотреть будем. Итак, растительно-сливочная смесь хорошенько взбилась с сахаром в пышную такую вот массу. И теперь мы можем добавлять туда муку. Сразу всё будем? Да. Мука у нас, напомню, уже смешана с двумя чайными ложками разрыхлителя. Да. И, конечно же, просеяна. Да. Соединяем теперь с растительно-сливочной смесью. И в конце добавим одну треть стакана апельсинового сока. Я ещё добавила сюда одну-вторую часть цедры с апельсина. Да, чтобы был более насыщенный вкус. Это по классическому рецепту? Или ты и тут умудрилась усовершенствовать? Да. Если честно, добавила цедры. Она более интенсивный такой вот аромат имеет после выпекания. И очень хорошо подходит к горькому шоколаду. Такая сладкая парочка. Хорошенько мука, когда соединилась с растительно-сливочной смесью, я добавляю туда апельсиновый сок. Тоненькой струечкой вливаю. И машина размешивает. Надюша, выдаю тебе шоколад. Нарезай его. Он холодный. Можно его нарезать просто вот ножом. А сколько нам нужно шоколада? Здесь 100 граммов шоколада. То есть одна плитка. Пока ты нарезаешь шоколад, покажу, какое тесто у меня получилось. Мы использовали специальную насадку в нашей кухонной машине для того, чтобы получить однородное и пышное тесто. Справилась машина буквально за две минутки. Оно действительно похоже на дрожжевое тесто для булочек. Посмотри. Точно. Такое пышное. Да. Это за счет растительно-сливочной смеси. А вот возни гораздо меньше, чем с дрожжевым тесто. Правда? Получилось моментально. Ты сейчас попробуешь, какие они вкусные. Да. А пока ты нарезаешь, я включу духовку. 180 градусов. Окей. Вот так нормально будет шоколад? Можно еще мельче. Давай я возьму нож, будет быстрее. Если будут слишком крупные кусочки, они будут вытекать из наших булочек. Поэтому нарезать шоколад нужно вот такими вот кусочками. Когда же ты нам расскажешь о правилах королевской чайной церемонии, которые так необходимы нам в повседневной жизни? Ой, ты знаешь, это было очень увлекательно, когда Вовчик меня учил пить правильно чай и рассказал о тех ошибках, которые, как на его взгляд, допускаем мы, когда пьем чай. Ни в коем случае нельзя оттопыривать мизинчик. Ты что, так делаешь? Это моветон вообще, это очень плохо. Ну, конечно, нет, я так не делаю, но ребенок выделил акценты, понимаешь? Это же тоже важно, что он провел такие вот наблюдения. Конечно. А как тогда нужно держать? Куда же девать мизинец? Держим чашечку мы тремя пальцами, большим, указательным и средним. А мизинец и безымянный, они должны быть прижаты к ладони. Вот таким вот образом. Ох, какая прелесть. Я в восторге. Теперь буду так всегда в пять часов пить чай. Но только в том случае, если у меня получатся идеальные булочки. Мы как раз к пяти часам успеем их приготовить. Да. Ну что, отправляем шоколад, пока он не успел нагреться, пока он еще холодный. И быстренько вымешиваем тесто вместе с шоколадом. Если вы мешаете руками, то делайте это очень-очень быстро, для того, чтобы не успеть растопить шоколад. У Вовки как раз такой вот курьезный случай получился. Он не умеет пользоваться машиной моей и замешивал тесто вручную, как его учили в школе. Получилось так, что он растопил шоколад. Булочки все были такие вот чумазенькие. Он их запачкал этим шоколадом. Ты знаешь, от этого они были не менее вкусными, они просто немножечко такие вот были слишком поджаристые. Ну, они как бы говорили, нас приготовил Вова. Да. Он был очень расстроен, что они немножко отличаются по внешнему виду, но все равно это было очень вкусно. Конечно. Чтобы избежать таких проблем, просто не вымешивайте тесто долго вместе с шоколадом. А можно вместо шоколада, например, добавить изюм или цукаты? Можно, конечно. Можно экспериментировать с этими булочками, как угодно. Различные цукаты, курага, инжир, будет очень тоже вкусно. Просто добавляйте, допустим, если вы пекаете с инжиром, нужно взять сушеный инжир и добавить туда, допустим, кардамон. Тогда они будут такими восточными, пряными. Вот такое вот красивое тесто шоколадное уже у нас получилось. Делю тесто честно пополам, отдаю тебе часть. Я делаю вот такую вот колбаску. Для того, чтобы булочки были все одинакового размера, мы так можем упростить себе жизнь. Так. Нарезаем на одинаковые булочки будущие. Какого они размера должны быть? Они должны быть вот такого вот размера. Так, где наш противень? Противень я уже застелила пергаментом, бумагой для выпечки. Выкатывайте хорошенько их для того, чтобы спрятался шоколад вовнутрь. Видишь, когда я хорошенько их катаю, шоколад как бы прячется вовнутрь. И таким образом, когда будет выпекаться булочка, у нас не будет проблем с вытеканием шоколада. Немножечко их вот так вот придавливаю, буквально чуть-чуть, легонечко пальцами. За счет того, что там есть разрыхлитель, они немного поднимутся, растрескаются, такие красивые трещинки у них появятся, и они будут похожи на булочки. На настоящие булочки, как из дрожжевого теста, да? Да. А как вообще Вова начал в Англии готовить? Это там все дети в школах учатся, или он специально что-то предпринял? Они могут изучать кулинарию. Это по желанию. Ребенок себе выбирает этот предмет. И жизнь заставила, Надя. Знаешь, мамы нет. Хочешь кушать, пойдешь, научишься и блины жарить. То есть он теперь вспоминает то, что ты делала на кухне. И если вспомнит в точности, то вообще будет здорово. У него все сразу получится. Итак, шоколад весь спрятался, мы его не видим сверху. Это залог того, что он не будет вытекать, и булочки получатся правильными. И как ты обещала, все так быстро получилось. Выпекаться они у нас будут 15-20 минут, в зависимости от размера. Если вы выпекаете их такого размера, как у нас, то около 20 минут. Они должны быть такими румяными, тогда они будут уже точно готовы. И мы увидим, наконец, какие аппетитные они получатся. Для нас с вами время пролетит незаметно. Настоящее королевское чаепитие не обойдется без конов. И эти идеальные булочки мы так быстро сегодня готовим. Обещала, за полчаса. И так они готовы. Боже, какие они аппетитные, правда. Как маленькие привлекательные булочки, которые хочется сразу съесть. Горячая. И мы обязательно это сделаем, а я пока напомню, как мы их готовили. Для приготовления английских булочек, сконов с апельсиновым соком и шоколадом вам понадобится мука, разрыхлитель, сахар, растительно-сливочная смесь или сливочное масло, шоколад, апельсиновый сок и цедра. Растительно-сливочную смесь тщательно перетереть с сахаром. Затем добавить сухие ингредиенты, муку и разрыхлитель. Все тщательно перемешать до однородной консистенции. Затем влить апельсиновый сок с цедрой и замесить тесто. Которое добавить охлажденный измельченный шоколад. Распределить тесто на небольшие шарики. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 15 минут. Танюша всегда сдерживает свои обещания. И вот королевское чаепитие практически. Ведь я попробую эти булочки впервые. Надюша, я надеюсь, они тебе понравятся. Конечно. И вы тоже сможете попробовать. Ну что, five o'clock? Ведь Танюша приготовила булочки для всех. Угощайтесь, пожалуйста. Будем пить чай? Наливаю. Не оттопыривай мизинец. Я же не чашку держу еще. Да я уже боюсь, просто вообще не знаю, что с мизинцем делать. О, есть еще один нюанс. Сейчас расскажу. Если вы сидите за столом и пьете чай, нельзя брать чайную пару в руку и пить вот так вот чай. Это дозволено только в том случае, если чаепитие происходит на диванах и на низких столиках. Только в этом случае можно взять чайную пару в руки. А если за столом, то будьте так любезны, пейте чай исключительно вот так. И? Конечно, конечно. Итак. О, этот нежнейший аромат. Все, как ты и обещала. Вот прям пробую и чувствую, есть ли у меня что-то королевское. Да, Танюш, я и раньше это замечала. А булочки это только подчеркнули. Такие воздушные, нежные. Чувствуется шоколад. Боже, какая прелесть. А с чаем особенно прекрасно. А вам как понравились? Как могут такие булочки или сконы, как их правильно называть, не понравиться? И у них есть еще одно огромное, воистину королевское преимущество. Их очень легко приготовить. Справится даже ребенок. Так что попробуйте. Привет, Ютуб! Хочешь знать много интересных рецептов со всего мира? Подписывайся на наш канал и будем готовить вместе.